Бесплатный сыр бывает в мышеловке. Эти слова принадлежат Маргарет Тэтчер, когда она давала свое интервью в прямом эфире еще на советском телевидении. Когда ее спрашивали о платной и бесплатной медицине. Но вообще это русская народная пословица. Просто с помощью Тэтчера она стала еще более популярной. А вот что бесплатно, то есть даром, можно получить в наши дни. Побеседуем об этом с нашим гостем. Мариной Зубаревой, активистом православной молодежи города. Доброе утро. Доброе утро. Марина, в нашей программе есть рубрика «Отдам хорошие руки», в которой люди безвозмездно делятся разными вещами, мебелью, отдают удар животных. Многие с ее помощью обрели то, в чем нуждались. А вам приходилось ли получить что-то безвозмездное? Да, и очень многое. Но самое запоминающее, самое дорогое, это то, что нельзя подержать в руках. Например? Например, это общение, это внимание, это опыт, который мне передавали мои старшие наставники. А в реалиях города можно получить что-нибудь даром, просто так? Да, да. Сейчас очень много организаций действует, которые помогают незащищенным своим населением, которые помогают нам абсолютно безвозмездно. Но также мы очень много делаем для того, чтобы учить людей, для того, чтобы давать им знания и какие-то умения. Вот, кстати, чему могут научить просто так в нашем городе? И где глава? Просто так, ну, конечно же, нельзя не сказать о воскресных школах, нельзя не сказать о духовно-просветительском центре апостола, о евангельско-богословских курсах, которые бесплатно учат как основам веры православной, так и очень многим другим умениям. Это рукоделие, это хореография, театральные студии. То есть можно профессиональные навыки приобрести? Да, да. То есть это профессионалы, которые готовы поделиться своим опытом абсолютно безвозмездно. Но вот откуда берутся те, кто готов делиться своими навыками, и что они получают взамен? Обычно эти люди приходят сами. Они приходят и говорят о том, что они хотят поделиться своими умениями. Это могут быть молодые люди, которые пришли, они амбициозны, они энергичны, и они находят себя в чем-то, и они готовы учиться, готовы делиться. В основном то, что люди получают взамен, это в первую очередь самореализация, это вдохновение, это поиск единомышленников, когда люди могут создать что-то новое, когда они встречаются и придумают что-то новое вместе. Не обязательно в рамках того, что они... той темы, в которой они встречаются. Ну что ж, большое спасибо вам за интересный разговор. Спасибо. Ну а наша программа продолжается.